Вы смотрите отзыв об отеле La Palmera. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Сергий С, который был в нем в 2015 году. Авиабилеты покупали у Вьюлинг. Отель бронировали через букинг, предоплаты не было, лишь за пару дней до заезда отель тестово списал с карточного счета один цент и тут же вернул его, тем самым проверив карту. Вылет из Домодедова задержался на пару часов. Прибыли в Барселону, почти два часа на автобусе, экспрессией мы в Лорите. В автобусе есть бесплатный Wi-Fi, но он не очень устойчивый. Отель находится в 5 минутах ходьбы от автовокзала, столько же от отеля до пляжей и до сетевого супермаркета Маркадона. Обеды и ужины имеют массу разнообразных блюд, приготовленных на любой вкус, вареная, тушеная, жареная говядина, свинина, включая на косточке, жареная форель, индейка, курица, морепродукты, кальмары, осьминоги, маленькие лангусты и раки с пыльей, фрукты, арбузы, дыни, персики, виноград, ананасы, апельсины, грейпфруты, сливы, яблоки, груши, киви. Рядом с открытым бассейном есть два джакузи, а также сухая сауна и бани с каменными лавками, где разбрызгиваются эфирные масла. Вокруг отеля масса магазинов и ресторанчиков. Из минусов, отсутствие звукоизоляции в номерах, ночью слышно, если кто-то говорит в соседнем номере. Есть номеры без балконов. Полагаю, лучшие номера выходят во внутренний дворик, у них и балконы немаленькие, и ночью не слышно возвращающихся с дискотек. Затем по тишине идут номеры на небольшой переулок и соседний отель. Самые шумные номера выходят на бассейн. В начале отпуска пара ночей пришлось воевать с тремя негритянками, которые возвращались глубокой ночью с дискотеки и продолжали празднование в номере. Помогли только угрозы со стороны дежурного на ресепшен, что сейчас он вызовет полицию и та заставит их собрать чемоданы и проводит в аэропорт на посадку во Францию. Вздохнули с облегчением, когда на третью ночь они съехали из отеля. Номер небольшой, но чистый, к ежедневной уборке претензий нет. В номере есть ванная, фен, большой плоский ТВ с 40 каналами, преимущественно на испанском. В ресторане официанты справляются со своими обязанностями, грязная посуда долго не лежит, убирают оперативно. Питание отличное, брали ЭББ. На завтрак шампанское, хамон, жареная грудинка, сыровяленая колбаса, блинчики и все остальное, как обычно несколько типов йогуртов, овощи, фрукты. Обеды и ужины имеют массу разнообразных блюд, приготовленных на любой вкус, вареная, тушеная, жареная, говядина, свинина, включая на косточке, жареная форель, индейка, курица, морепродукты, кальмары, осьминоги, маленькие лангусты и раки с пыльей, суши, соленая красная рыба, фрукты, арбузы, дыни, персики, виноград, ананасы, апельсины, грейпфруты, сливы, яблоки, груши, киви. Пляж Ларета и частный замок слева от пляжа, променад и церковь Сан-Рома. Погода в период нашего пребывания в Ларете была переменчивая, в первой половине дня обычно пасмурно, несколько раз накрапывал дождик. В такое время либо сидели в джакузи и сауне, либо осматривали достопримечательности. В пасмурную погоду посетили сады СВ. Клолитик. Туда можно добраться по живописной горной тропинке, с которой открываются красивые виды на море. Входной билет 5 евро. По пути к садам расположена башня Стрит. Джон, внутри башни есть винтовая лестница, поднимающая нас на смотровую площадку. В садах представлены растения различных стран и материков, местность многоуровневая, лестницы вверх и вниз, вносящие определенный колорит, много дорожек. На входе дается карта. Также нам выдали флэеры на посещение других достопримечательностей Ларета, в частности, морской музей и музей Кенсарагоса. Возле пляжа есть морской музей. В нем представлены разнообразные модели судов, парусников, яхт, выполненные в мельчайших подробностях. Внутри музея атмосфера старинного морского порта, прокручиваются видеосюжеты. Можно выйти на балкон-крышу, откуда есть прекрасный обзор с интересными видами. Посетили в Ларете также музей Кенсарагоса, там проходила выставка художника Льевериаса, картины, фотографии и публикации сатирического журнала, в котором он работал. Это временная выставка, а постоянная экспозиция, черепки с раскопок. В Барселону один раз выезжали в середине отпуска, один день провели в конце, выписавшись из отеля в 10 часов утра. Поскольку рейс наш на Домодедово был в 23 часа 30 минут, сдали чемодан в аэропорту и поехали в город. Стоимость камеры хранения – 10 евро за предмет. Посетили Саграда Фамилия, площадь Каталонии, Триумфальную арку, кладбище Паблиноу, парк Диагональ Марк, гору Монжуик. Рейс обратно вылетел без задержек. Домой привез полчемодана сыровяленых колбас, хамона, сырок, оливкового масла. По сравнению с прошлогодним отдыхом в соседней Тосе, в Лорите более шумно, в Тосе после закрытия магазинов в 22 часа на улицах становится пустынно и тихо. Хорошо еще, что отель у нас в Лорите был в стороне от основных потоков с дискотек. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok